Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, Манюня Открыл вроде Я сейчас настолько хочу спать Что человек, который провел 3 дня на ногах Ему с утра надо принимать чемпионат мира по боксу А потом лететь через 29 стран И еще бежать в ультрамарафон Ну короче, типа он волнуется И у него предстоит важный день Даже этот человек, он со мной не стоит По уровню того, как я хочу спать Что я сейчас запрет вообще рассказал Жаль, что у меня такие тяжелые веки сейчас Они, наверное, каждое весили по 5-6 килограмм И каждое мне было очень трудно одевать Ой, поднимать Все, видимо, дело в том, что С каждым днем я все меньше и меньше сплю Все меньше и меньше сплю Я все больше и больше отдаюсь видео И все больше и больше Не ложусь спать Даже в выходной день, когда мне казалось бы Не надо ничего делать Я просто не ложусь спать И после этого сплю всего 3 часа И встаю и думаю, что я выспался И все, пойду на работу Вот Нифига я не засыпаюсь Кажется, кончится уже все Ладно, пойдемте съедим наш арбузик Оденемся и поедем на работу Вот, крутой план Пока не собираюсь о чем рассказывать Поэтому поговорим с вами на работе Короче, попробовал прорастить рис Помните, я его покупал пару дней назад И что-то вообще нифига не проросло Ничего не произошло Хотя в интернете пишут, что Он должен постоять ровно одну ночь Потом его надо слить И типа он должен после этого ростками прорастить Но некоторые меня пугают тем, что он будет прорастать неделю больше И я обалдеюсь только ждать А, нет, ребята Смотрите, у них такие маленькие росточки появились И это означает, что мой рис пророс год А, обалдеть, у меня получилось Все, я садовод 80 уровня Я прорастил рис Скоро буду выращивать Плантацию риса, как китайская бабушка На ней будет одета такая сломенная шляпа Блин, в Китай захотел Но у меня прорастся рис И это очень круто Сейчас мы выльем всю лишнюю воду И... Так, фокусируйся Выльем всю лишнюю воду И к нам придем вечером Посмотрим, что с ним стало Субтитры сделал DimaTorzok Блин, забыл дома штаны Быстро возвращаюсь сейчас домой Вспомню, что я их оставил на стуле Я не так не хочу спешить Вот что может быть хуже чувства Когда ты пришел на работу вовремя Прям вот ехал, спешил Радовался, что ты наконец-то выехал пораньше Приехал на работу Поздоровался с начальником И тут ты понимаешь Что на тебе нет штанов И нет их в портфеле И нету их в твоей подсобке И ты вынужден быстро ехать домой Пока начальство этого не видит Надеюсь, я успею Блин Начальник уже приехал Продолжение следует... Вот думаешь, что такое думаешь Что в течение дня ничего интересного не происходит А потом бац И девушка попросит тебя вот до того дома Донести, помочь ей поднять какую-то штуку И это классно Потому что такая прикольная причина Немножко прогуляться И подышать свежим воздухом Как на работе его мало Как на работе уже устаешь От того, что ты постоянно находишься в промещении И постоянно вынужден лишать себя солнца Лишать себе этих лучиков Документы 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 Еще больше документов Сколько можно уже подсылать мне документов Я уже запарился со всем этим работать Ребята, я целый день с этими документами уже ложусь Если у него вообще некогда влог снимать Что за дела? Меня уже все это запарило Я чувствую себя каким-то хомяком Который просто заперт в клетке Ему поставили колесо Он в это колесо забрался И крутится, крутится, крутится И делает однообразную, однотипную работу С документами Что меня может успокоить Правильно Что за дела? Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok О, ребята, сейчас быстро появилась у меня возможность съездить домой и приготовить ужин, чтобы потом поехать к чувакам и не тратить время на это после работы. Сейчас еще рабочее время, но я уже дома и готовлю ужин. Не буду рассказывать, как это получилось, просто длинная история. У меня упало 20 минут и это очень круто. Так, сейчас поэтому берем контейнер и превращаем вот такую вот обалденную штучку. У меня почти контейнер не закрылся. Надеюсь, он не развалится в портфеле, потому что, представьте, я приготовил ужин и потратил мне полчаса. А когда я открою портфель, весь мой ужин будет открыт. Очень надеюсь, этого не будет. Ладно, все. Готовил я примерно полчаса. Я опоздал на работу в очередной раз, второй раз за день. Сейчас я быстро беру это и еду на работу. Все, все, погнали. Шегор, как день прошел? Примерно так. Стоял, короче, с зеркалом. Конечно, не так вообще. Не так и планировал. Ну, это бывает. Не совсем, как я планировал. Что, на пляж сделал? Даже позаправил его. Так же стоял. Такое же простое. О, мой легендарный стол. Я сюда сейчас поставлю свой салатик. Съем его. Мой стол. Он, кстати, очень... Он очень крутой у тебя. Он раскладывается на два режима. Он очень компактный. Я вообще заметил, что в этой квартире все какое-то нереально компактное. Оно такое, знаешь, оно какое-то все очень удобное. Что мне здесь нравится. Все такие шкафчики, прям вообще, прям вообще, прям шикарненько все. Там можно сложить всякие вещи. Теперь я знаю, где у Егора хранятся апельсины и лимоны. Какой тут цепок. Что-то такое есть, да? Что-то такое есть, да? Да, значит, и это там. Фишка этого салата в том, что он никогда не бывает одинаковый. Им нереально нарезся. Завтра я положу чего-то побольше. После завтра я положу чего-то побольше. И каждый раз вкус меняется. Оля, прикол. Как-нибудь скажу тебе рестор. Но лука мало. Я сейчас с луком войну веду. Нафиг лук. Ништяк вообще. Вот. Но, поверь, когда здесь чеснок, ты... У меня есть чеснок. Хочешь я туда выдам этот чеснок? Нет, если не Кирилл плетет, поэтому... Да все равно ему на звук. О, я уничтожил этого монстра. О, все в сборе. Моросква отъехал сегодня. Куда и когда? Может, отдай. 19.40? 19.30 это. Сегодня сказали мне в Билайне, что эту херню лучше не надевать на кровь, потому что он пережимает его. Мне дали сегодня тестный провод такой. Ну, мы провод забрали на тест Питер. Чё-то за херня. Чё-то за пыльдет, ни хрена, со сколько сложности на тест Питер. И то, что... Мне уж бесплатно новое выдадут просто, и всё. Фига себе. Какого хрена? И, короче... Потому что он же уже не на гарантии. Какая разница? Год, то есть, не год еще не пошел. Год гарантии этого газа. Не знаю, сколько за срать. Короче... Да закончится уже мысль. С пятого айфона, ну, да, с пятого. Там уже более лучшие провода делают. Не такие, которые в 4С были, которые так вот рассваивались вообще жестко. Они максимум, что могут сделать, это вздуваться у окончания, у основания. Да, я видел. А, вообще-то... У человека провод? Сними! Чё ты одел? Сними! Чувак ходит с проводом... Чувак ходит с проводом пятый год. С голым проводом. Ну, да, у него подвздудились уже такие штучки в основании. Немножко разрывается, но это пятый год уже носит провод. Без всяких защит. Это заднее было такое айфон. Это второй провод. Я купил пятый айфон, у меня провод прослужил... Я в моем не показал его. У меня провод прослужил где-то полтора года. И он вообще в хреновом состоянии уже был. Вообще разорванный весь уже. Я думаю, что-то это было в этом сети. Это будет хреново. И провода пятого лучше еще, наверное, будет. Ответь мне на вопрос. Вы можете как-то снять? Не надо снимать, Макс. Все четко вообще. Не пережимает она. Сколько у меня было, блин? Я сегодня размотался проводом такой, мягкий. Ну да, и че? Ну, это означает, что они пережимаются. Она не пережимается. Ну, Макс, она не может так сильно переживать. Я тебе скажу позже, если это реально так. Может, вообще делал ее три часа и было, и так далее. Окей. Вот, ты, короче, всю эту тему делаешь. Там перешь в глаза, все фигняешь, почти не понимаешь. Открываешь дверь, уходишь, идешь туда, я тебя снимаю. Вот так вот, короче, понял? Угу. Через окно. То есть, стоишь, такой, типа в зеркале, там что-то, смотришься. Потом кадр полностью приключается. Вот сюда. Ну, то есть, провожаешь сюда из зеркала. Уходишь на кухню, когда ты ходишь на кухню, буквально типа, бамс, что-то видишь, короче. Начинаешь отходить, отходить. Бамс, что-то врезаешься, короче. Это будут и горные таблетки стоять, чтобы не было его головины, потому что он уже ниже тебя. И потом, короче, тебя оборачиваешься, оборачиваешься, и все думают, что это какая-то хрень, короче, сейчас там будут стоять. А, ну, сначала ты что-то увидишь, но надо придумать, что я этого не придумал. Что? А, я думал, типа, руку было. Ага. Ты какую-то руку не взял отрубленную? С какого перепугу я должен был взять? Да, вот тут что-нибудь, давай что-нибудь другое отрубим. Это же с утра будет сниматься. А, да, точно. Так вот, и, короче, как его? Вот, ты видишь? Ну, если с утра будет сниматься, значит, скорее всего, я ночевать здесь, да? В сентябре, если ничего не изменится, нужно задумываться. Но, с другой стороны, можно еще сентябрь так отпахать. И, типа, в октябре может что-то получится. Типа, ну, можно упорно делать, 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 пока что-то не произойдет. А можно, наверное, можно, типа, задумываться. И у меня тут вообще очень... Понимаешь, что тут все работает так, что можно вообще делать? Сейчас, сейчас стоит, сейчас стоит. Вообще мало снять это видео. И это выстрелит так, что... Три месяца твоей работы... Три месяца... Снимать надо обязательно будет. Не, сейчас снимаю видео по тематике. Не, сейчас будет... Сейчас школа сейчас начинается. Чуваки! До лета, до лета, реально активность падает всегда. Ну, блин, на таких больших, на гигантских, на популярных, это ладно. Он побрился. Он побрился. Почему, это не бред? Егор, себе не идет тот второй подбородок. Нет, все равно. Я все равно, я буду растить. Че есть второй подбородок? Ужас. Иди отсюда, все равно. Почему у всех есть? Где он? Короче, я теперь, ну, как сказать, я... Побреюсь, давай скажем на камеру. Обратно увеличить. Слышь, Макс. Ау. Что тебе, что тебе говорим, не могу. Короче, я побреюсь, когда буду весить 57. Да мне пофиг, вообще. Ты так бритый, блин. Что? Я только начал сейчас, все. У меня уже цена, он есть. Три дня прошло. Ой, все, мальчик вырос, у меня вообще тена теперь есть. Пушок у тебя не побритый, вот у тебя что там. Че, мальчик, у тебя гибкая борода была. Пушок. Якур, тебе не идет обратно отратишься. Да, на самом деле реально не идет. Обратно сейчас... Иди, сходи, иди, сходи, иди, сходи, обратно отратишься, и потом придешь. Крилл очень борода идет. И словозами стыки, ну, все очень. Когда они будут выглядеть с Ордой? Я представил резко, что Даник стал лысый, и у него все волосы вырзли побородкой. Волосы, я вчера говорил, у него волосы в сторону растут, они в блину. У кого? Ну, так, ну, скоро такая чувствует. В ширину, как Арнольд будет. Эй, Арнольд! Пулушкин! Пулушкин, вот. Да, вот он, как Арнольд будет, Арнольд. Что я сказал? Андроид. Андроид Арнольд. Андроид Арнольд. У меня какое-то лицо полированное, как будто ему наждачка полирует. У Рональда. У меня знаешь, что он такой блестящий вообще, как будто он прям неверенно мазался перед своим зеркалом, перед своим большим. А? Николай не веришь. Да, знаешь, что он каждый раз у меня там не веришь. Что Егор делает? Ванну сыт. Он знает о том, что я его снимаю? Знаешь, что он посыт даже не смывает, что потом просто... Он же не знает, что я его... Он вам и целую набирает, короче. Ужас. Ну, все равно это не ставишь, как обычное. Блин, это самое стоп... Я спать хочу. Ну, это режим, чувак. У меня сейчас в кайф будет лечь спать. Сейчас забей на режим. И потом проснусь. Знаешь во сколько? Вот если бы я сейчас лёг в спаде, проснулся до 5 утра. Сегодня примерно будет то же самое, что было, когда мы снимали тогда. Нет, я не хочу так. Ну, будет примерно то же самое. Нет, я не хочу. Я хочу классный кастрюль сделать, поэтому нам придется долго снимать. Бесишь. Чё? У тебя есть энергия, блин, а у меня нет уже. Потом утром. Потому что я сегодня всё... Всё днём... Я встал всё днём? Фу, было. Исчерпал. Исчерпал всё всё этим. Всё днём. Как полагается. По природе. Почему батарея развяжена? Ооо, тогда я забуду сделать. Ну, окей, ждём, тогда ещё батарея. Батарея. Не парься. Я сбился. Всё. Ну, персонажи, да, которых мы играем, да. Они привлекают. Они не знают состоящих. То есть из-за этого нас и смотрят? Есть влоговые канала, которые там смотрят, ну, там, 100 человек максимум. Вот они, да, их, они всё интересно, они смотрят постоянно. А остальные, как бы, не знают там такие вообще. Я больше стремлюсь к такому, чтобы влоги только снимать. Потому что мне больше всего это мой самый любимый формат вообще. Жизнь, когда я снимаешь. В общем, я предлагаю группу, прямые фильтки, там, получается. Ну, даже собирать минимальные деньги. От монтажа влогов я просто теку, вообще. От монтажа основных видосов, ну, такое. Я считаю, это как настройка Хэй для меня. Это такая работа. А вот от влогов я прям вообще так теку, я могу их монтировать просто. Да ну, блин, кайфу, когда мы такие крутые идеи вместе. Не, ну, да, бывают такие моментики, когда там кадр с музыкой совпадёт, да, порадуешься. Но в основном это такая работа, именно работа. А в влоговых каналов там наслаждение, как монтируешь влоги. Я могу их снимать каждый день вообще. Просто макс, ну, кого смахнуть, сейчас не снимаю. Но ещё бывает не хочется их снимать, потому что думаешь, что однообразие одно, сплошное. Так сделай свой канал. Ну, кстати, да, однообразие всё, сплошное. Каждый день не снимай, потому что однообразно. А через день это нормально, разбавлять так, да, пуссирует и всё. Самое ощущение, что есть, конечно, давление от родственников очень сильно. Хочется что-то им хотят показать. Как бы ей, ну, показать-то можно, но как бы... Мама всё, блядь, говорит. Чё, Егор, ты уволился, уволился? Где деньги-то, блядь? Как деньги будешь получать? Ты чё, Егор? Ну, не серьёзно, короче. Не считает нас всё равно серьёзным, чем мы понимаем. Конечно, конечно, не считает, блядь. Так вот и живут ютуберы. С дырявыми носками и с мыслями, где взять деньги на еду. Ютуберы так не живут. Ну? Ютуберы так не живут. Это, блядь, friendly faces, так чё, блядь. Да хватит уже, каждый раз, когда я включил камеру, вот эта нога начинает материться. Макс, запарил, ты хватит. Всё, забери, успокойся. Никто в лоббе не смотрит твои, Макс. Я смотрю, мне нормально. Да, Егор посмотрит всё равно. Мне нравится. Далее посмотрит, как Егор матерится. Всё, забери. Окей, окей, всё, ну просто нет. Снимай на крестин... Ты сейчас на крестинды не снимай. Мы заранее снимали с Даником. Всё. Мне вообще надо срать было. Мне и сейчас вообще надо срать. Хотя и нет, некоторые моменты я всё-таки вырезаю. Ой, Егор у тебя на стол, нет? Я знаю, люди, которые могут посмотреть это, и мне не больше всего. Для твоих бигфонов у меня не подойдёт. А, да. Твои носочки у меня на большой палец. Да, блядь. Не, ребят, у меня реально что надо делать с носками. Потому что скоро я здесь комнату. Я знаю, когда будут ко мне нормально относиться. Да, дай Максу носки. Ты не особо дофига. Бабжонок, блядь. Я не особо дофига носков. Я хочу купить нормальные себе носки на фигарёны. Так, спорт. Так, господи, вы зажрались. Что ты хочешь, тебе на них написано было, или что? Вы зажрались, какое вообще забейте. М-м-м-м-м-м-м-м. Ты даст спорт, это спорт, насрать на это. Важно сейчас, блин, продвигаться в жизни, а не носки покупать себе какие-то. Я хочу, я хочу, я хочу. Зачем? Это тебе твой рекламу просто управляет. Тебя Алексис Рэнс сняли в ней, и ты такой сразу, ой, я тоже хочу быть, как она. Не, ну типу удобно. Ничего нет удобного. Я хожу вон на обычных трусах рыночных, и все. Удобно все. Конечно, маркетинг так и работает, он тебе в голову вселяется. В каком-нибудь покажут Альвареса фотошопленного в трусах. Ох, я хочу тоже эти трусы. Для таких же было. А дети в трусы сразу превратятся. Когда у меня была башка грязная просто, я хотел себе покупать эту одежду. Валшебные трусы. Сейчас я хожу к одному и тому же, у меня вообще это просто ткань мое тело прикрывающая. Сколько ты уже ночью футболка? У меня ничего нету больше. У меня вот эта футболка, еще одна черная. Сколько ты ее носишь? Папина вообще футболка даже не покупала. Сколько ты ее уже носишь? Четвертый год. Четвертый год. Вот, вот это я понимаю. Я тоже могу ношу. Вот это знаешь сколько лет? Вот этой футболке, блядь. Знаете сколько лет ей? Сейчас скажу. Блин, я даже не помню. Ей больше пяти лет, наверное. Это кофти? Я еще Делеговская кофта вообще. Да, кстати. В девяностых твою мать носил. Не, мне важно продвигаться. Понимаешь какой КПД у вещи? Купила раз и носишь ее. Не, у меня про... Не помню. До той степени, пока она вообще в... В двенадцатом году... Не, слушай, в двенадцатом году... В двенадцатом году прям хотел все эти келлинклянские трусы, которые еще папа покупал. Ну, не знаю, как его покупать, чтобы... Я помню, у вас были... Да, вы порвались. За надписи покупать! Ээээ... Кто такой келлинклян вообще? Кто это? Я, кстати, не знаю кто это. Кто это? Это прэнк. Келлинклейн это... Это имя что-то? Ну, возможно. Ой, ладно. Как бы не хотелось наши видосы записывать по часу и больше... Это не келлинклян. Кто это? Мне правило. Друзья, друзья, спасибо, что смотрели этот день. Ну да. Безумно приятно, что хотя бы вы нас смотрите! Хотя и курс... Ну, двадцать человек... Ну, двадцать человек... Ну, знаешь, он так еще благодарит всех, как Рома. Ну, нас смотрит... Два человек нас смотрит? Сколько? Двадцать. Не знаю. Ну да, смотрите. Двадцать человек! Двадцать человек, которые нас смотрят! Он ничего не дает. Но... Мне без разницы. Но все равно, блин... Да не так уж и без разницы. Ну... Почему без... Тебе реально без разницы? Скажи. Тебе без разницы, что тебя смотрят двадцать человек. У меня в целях основной канал. Логовый, не без разницы, хоть там ноль будет просмотрен. Я... Вот Логовый просто... Логовый вообще, в первую очередь, он только для нас просто. Да. Будешь потом пересматривать. Нир, будет приятно очень. А что ты думаешь о тех, кто уже смотрит в данный момент? Круто, молодцы. Вот. Вот это я хочу сказать. Кстати, хотел сказать. Короче... Прямо сейчас, кто смотрит это видео... Пожалуйста... Умоляем! Умоляем! Поставьте лайк этому видео. Я хочу просто посмотреть, какая активность. Кто поставил лайк. Да, вот это, пожалуйста. Мне интересно... Да. Пускай даже дизлайки могут поставить. Коммент... Нет, комментарии надо писать. Не надо комментарии. Просто лайк или дизлайк поставить. Чтобы сосчитать. Примерно, я хочу сколько это видео. Попытаюсь смотрит человек. Да, да, да. Я хотел... Четвертый блок его забываю сказать. Это уже, конечно, видео будет. Ну да. Ну да, ладно. Я вначале за то, что я вам волну скажу. Ой. Короче, ребята, всё. Да, в начало. Спокойной ночи. Не знаю, будем ли мы сегодня снимать видео или нет. Будем. Нет. Увидимся с вами завтра. Все. Пока.